Всем привет вы смотрите Огненное ТВ! Сегодня мы с вами пройдем честное тестирование огнезащиты древесины. Тестировать будем как самодельные средства, так и покупные обеспечивающие самую высокую степень огнезащиты согласно ГОСТу. Если у вас деревянный дом или дача, то настоятельно рекомендую досмотреть этот выпуск до конца, не пожалеете. Затеял я все это потому что хочу сделать стеллаж для мастерской из дерева и не хочу чтобы он вспыхнул как спичка, поэтому тестировать буду жестко, для себя все таки делаю. Для начала нужно подготовить подопытные образцы древесины. Я выбрал для этого оконный штапик, так как это самая тонкая деревянная рейка имеющаяся в продаже и она имеет одинаковое сечение по всей длине, поэтому можно считать что образцы будут практически эдентичны. Одним из участников соревнования будет покупное средство одной из самых распространенных марок. При нанесении в два-три слоя оно должно обеспечить наивысшую степень огнебиозащиты. Еще одним претендентом будет жидкое стекло, которое можно купить в каждом строительном магазине. Как гласит этикетка, оно применяется для огнезащитной обработки деревянных изделий и тканей. Третьим средством будет смесь борной кислоты и каустической соды. Смесь будет самодельной, но состав этой смеси полностью повторяет состав одного из покупных средств, которые обеспечивают вторую степень огнебиозащиты согласно ГОСТу. Кстати при смешивании этих компонентов образуется бура. Я специально выбрал самые доступные компоненты и доступные средства, которые может приобрести каждый. Для тестирования я сделаю по два образца каждого средства. Необработанные. Обработанные жидким стеклом. Обработанные борной кислотой с содой. Обработанные покупным средством в один и в два слоя. И наконец обработанные секретным составом. Жидкое стекло слишком густое и если наносить его в чистом виде, то оно не сможет проникнуть в капилляры древесины и образует корку на поверхности. А желательно чтобы средство проникло как можно глубже. Для этого стекло разбавляется один к двум с обычной водой. А для еще большей эффективности можно добавить пару капель поверхностно-активных веществ, которые улучшают смачиваемость. Средство для мытья посуды короче. Для приготовления второго состава придется взять 25 грамм борной кислоты, 75 грамм каустической соды и добавить 900 грамм воды. У меня стакан пол литровый, поэтому все пропорции я уменьшаю вдвое. Для удобства наливаю покупную огнезащиту также в стакан. А теперь обработка. Для обработки я вылью средство в небольшое корыто. Образцы окуну целиком в раствор чтоб точно каждый миллиметр был обработан и еще дополнительно повозюкаю кисточкой чтоб лучше загнать раствор в поры древесины. Первый слой готов. Теперь нанесу раствор борной кислоты с содой на следующие образцы. Также хорошенечко намочу их и дополнительно пройдусь кистью чтоб ни у кого не возникало вопросов. Третьи и четвертые образцы обрабатываю одновременно, так как одни из них будут обработаны в один слой, а по вторым я пройдусь еще разок тем же самым составом. Как видите я старательно смачиваю каждую деревяшку чтоб не пропустить ни кусочка. А вот и последнее средство, я предполагал что возникнут вопросы вроде а что если смешать стекло с бурой и может они будут работать лучше. Ну давайте-ка смешаем. Полстаканчик того, полстаканчика сего, смегма какая-то. Понятно что такой состав никак не впитается в древесину, но для чистоты эксперимента давайте все таки попробуем. Прошел примерно час и я снова покрываю все образцы вторым слоем составов, все кроме тех которые предполагается испытывать после однократной обработки профессиональным средством. После обработки образцы пробыли всю ночь в лаборатории, а утром я выставил их на солнце для окончательной просушки. Испытательный стенд будет состоять из печных кирпичей и небольшой емкости из нержавеющей стали. Внутри емкости будет налито небольшое количество бензина. Так как мы работаем с горючими жидкостями, то в целях безопасности рядом будет находиться ведро с песком. Песок отлично тушит любые возгорания, даже наверное поэффективнее чем дешевые порошковые огнетушители. В емкость наливаю ровно 10 миллилитров горючей жидкости и поджигаю. В данный момент мы наблюдаем действие открытого огня на необработанный образец, конечно пламя быстро охватывает тонкую деревяшку и она становится похожа на большую горящую спичку. Объем горючего был подобран таким образом, что горение продолжается в течение ровно двух минут, что соответствует требованиям прописанным в гости. После испытания обычно образцы взвешивают и смотрят насколько легче стал образец, но нам то не важен вес. Нам важно загорится ли он, потухнет ли он и если загорится, то как он будет гореть. Необработанная деревяшка выгорела очень сильно и продолжила гореть даже после того как потух бензин, что в принципе ожидаемо. Следующий образец обработан в два захода жидким стеклом. За две минуты пламя заметно подъела деревяшку, но она хотя бы не продолжила гореть как первый образец. Образец обработанный борной кислотой и каустической содой продержался примерно 30 секунд и тоже начал гореть. В принципе это и понятно, при нагревании с древесины выделяются горючие газы, именно они и горят. Спустя две минуты в огне дерево также обуглилось, как и предыдущий образец, но в данном случае нет такого выраженного тления древесины, такое чувство, что тление начинает быстро затухать. Образец обработанный профессиональным средством также начал гореть через 30 секунд, как и предыдущие, а по окончании двух минут деревяшка была похожа на раскаленный уголь и тлела как ни в чем не бывало. Кстати все образцы после проверки я тут же засыпаю песком, чтоб прекратилось тление и чтоб сохранился тот вид в котором были деревяшки сразу после эксперимента. А теперь барабанная дробь. Образец обработанный профсоставом в два слоя. Я повидал много строек и с уверенностью могу вам сказать, что огнезащитой строители покрывают дерево обычно в один слой, чтоб сэкономить материалы и положить деньги себе в карман. На строительных рынках продавцы прям спрашивают сколько материала нужно вписать в чек, так что в плане закупок творится полная анархия. Так вот, если строители покрывают дерево защитой в два слоя, то это уже просто чудо, это действительно честные мужики, а в три слоя уже редко кто покрывает, так что у нас эксперимент максимально приближен к реальности. Первые языки пламени начали появляться также после тридцати секунд после начала эксперимента, а по окончании эксперимента мы можем наблюдать ту же самую печальную картину, тлеющую деревяшку разваливающуюся на две половины. Если вы собрались строить деревянный дом или дачу, то вам стоит хорошенько задуматься. Последний образец, как и ожидалось, не обладает вообще никакими защитными свойствами, он продолжает гореть даже после того как потух бензин. К тому моменту как я начал снимать крупный план тление уже было не таким интенсивным, так что не стоит его сравнивать с остальными образцами. Ну а теперь давайте глянем на общую картину. Необработанное дерево выгорело на 13 см, то есть это даже больше чем промежуток между кирпичами, он-то был 12 см. Жидкое стекло не смогло спасти участок длиной 9 см. Дерево обработанное бурой выгорело также примерно на 9 см, может чуть больше. Обработка профсредством в один слой не смогла защитить 12 см древесины. Профсредство в два слоя не спасло участок дерева длиной в 10 см, и этот с натяжкой. Ну и последнее чудо средство 11 см. Давайте теперь проведем еще одну серию тестов. Допустим вы обработали древесину в своей любимой баньке и случайно не учли, что труба может сильно разогреться. Давайте посмотрим сколько продержится каждый образец в одинаковых условиях. Установим образец над раскаленной электроплиткой на достаточно близком расстоянии. Спустя только 6 минут деревяшка начала тлеть. Это необработанное дерево, которое просто хранилось в мастерской, и я его не просушивал дополнительно на солнце. Кстати возможно это отразилось на результатах. Посмотрим во что превратилось дерево спустя 10 минут. Все очень даже ожидаемо. Второй тест, деревяшка обработанная жидким стеклом. Я немного не уследил и случайно выбрал деревяшку со смоленистым сучком, это скорее всего отразится на результате, но давайте посмотрим. Смола перегревается, кипит, а спустя 5 минут появляются первые очаги тления. Древесина сопротивляется, дымит и очаг тления очень неохотно распространяется. Спустя 10 минут тление очень сильно замедлилось, дерево тлеет, но очень неохотно. Деревяшка обработанная борной кислотой с ковстической содой начала тлеть уже через 3,5 минуты и это пока рекордно короткое время. Спустя 5 минут деревяшка почти не изменилась, на этом образце можно наблюдать как обработка огнезащитой действительно тормозит возгорание. 10 минут и посмотрите на результат, это на данный момент самая стойкая деревяшка из всех. Ну давайте проверим профессиональное средство, наверное оно утрет нос всем предыдущим образцам и покажет кто тут главный. 2 минуты 49 секунд. Охуеть. Ребята это ахуеть. Вы че? Три минуты не прошло, она вся полыхает. Да вы серьезно? Вот такого я точно не ожидал. Ну и сами это поняли по моей реакции. Очень сильное тление, как будто я наоборот обработал дерево селитрой, а не огнезащитой, дерево начало выгибаться и приподнялось высоко над источником тепла. Видимо это и спасло данную деревяшку. Кстати, прошу заметить, что плита не выключалась и перед началом эксперимента была очень хорошо прогрета в течении 20 минут. И плиту мы не выключали аж до самого конца эксперимента. Огнезащита профессиональная, нанесенная в два слоя. Не прошло и 40 секунд с начала нагрева и вот что вышло. Отличный результат, это самая высокая степень огнезащиты. Вы представляете что творится вообще, если такому средству присуждает первую степень огнестойкости, то это говорит о том, что методы исследования огнезащитных свойств описанные в действующем ГОСТе, в корне не верны. Они не могут адекватно оценить работоспособность средства. Это средство при нагреве тлеет как фитиль и оно может само вызвать пожар. Эй вы там кто пишет ГОСТы, давайте переделывайте, это что за дела, а мы ведь этой хернёй свои дома покрываем. Палочка обработанная чудо жижей начала тлеть уже через пару минут, а через 6 минут палочка сильно выгнулась и упала. В качестве контрольной проверки в конце мы попробовали сжечь еще одну ничем не обработанную деревяшку. И знаете что, тлеть она начала только через 5 минут. Обычная деревяшка, имеющая обычный уровень влажности, не просушенная на солнце, справляется с нагревом гораздо лучше чем обработанная покупной огнезащитой. Тлеет эта деревяшка хорошо и спустя 8 с половиной минут она таки переломилась. И вот общая картина. Я сделал фото и подписал что произошло с каждой из деревяшек, и если хотите глянуть поподробней, то под видео найдете ссылку на фотку в полном размере. Это были синтетические тесты, давайте теперь попробуем приблизиться к более реальной ситуации. Я сколотил 4 избушки, каждую из них я пронумеровал чтоб не перепутать, а потом нанес жирным слоем защитные составы, так чтоб в каждую щель затекло. Конечно нужно было обрабатывать материал до того как начинать строить дом, но по славянской традиции обрабатываем огнезащитой уже тогда, когда накопили на нее денег, то есть уже после постройки дома. Чувствуете как наш эксперимент начинает приобретать еще более реальные черты? Все как в жизни! Если вам показалось что этот эксперимент тоже не слишком убедителен, то давайте соберем под этим видео 100 тысяч лайков и я построю несколько малогабаритных домов, например размером 2х2х3 метра, из более толстого бруса и повторю этот эксперимент с использованием только покупных средств от разных производителей и мы посмотрим что на самом деле нам продают. В этот раз я нанес защитные составы уже в 3 слоя, с промежутком между нанесением от часа до двух, все образцы были хорошо просушены на солнце после того как целую ночь простояли внутри мастерской и хорошенечко пропитались. Первый дом ничем не обработан, это просто сухое дерево. Второй обработан раствором борной кислоты с кальцинированной содой в 3 слоя. Третий обработан разбавленным жидким стеклом, тоже в 3 слоя, посмотрите на его поверхность, она стала очень твердая, как будто действительно покрылась слоем стекла. Четвертый образец покрыт покупным средством в 3 слоя и имеет очень симпатичный цвет, надеюсь это не единственное его преимущество. Внутри каждого дома будет установлена металлическая емкость, в которую я налью по 10 миллилитров бензина. Площадь горения будет больше чем раньше и поэтому бензин будет выгорать быстрее чем в предыдущих экспериментах, но и огонь будет интенсивнее. В четырех домиках начался пожар. Как видите языки пламени охватывают все четыре дома и кажется что все вот-вот сгорит. Но спустя минуту бензин выгорел и огонь потух во всех домиках кроме одного, необработанное дерево продолжало медленно тлеть и дымить. Давайте заглянем внутрь всех домов. Все дома очень пострадали, все три строения выглядят абсолютно одинаково, в каждом доме придется потратиться на капитальный ремонт после пожара, а последний домик уже не просто тлел, а начал гореть открытым пламенем. Пока у соседей разгорается дом, я наливаю в чашки по 50 миллилитров бензина, посмотрим что будет если внутри домов начнется очень сильный пожар, сможет ли хоть один из домов затухнуть не сгорев полностью. Все дома охвачены сильным пламенем и начинают обугливаться с разных сторон. Бензин сгорел менее чем за две минуты. Посмотрите на дома, казалось бы беда миновала и можно спокойно потухнуть, но нет, горение продолжается во всех домах, быстрее всех разгорается дом пропитанный бурой, следом за ним раскочегаривается дом пропитанный жидким стеклом, а позже и вообще начинает выходить в лидеры. Дом пропитанный профессиональным средством выглядит лучше всех, но он все равно горит и потухать не собирается. Да конечно он продержался чуть дольше остальных, но кому от этого легче. Огнезащита дерева может спасти от небольшого пожара, но от настоящего пожара уже ничто не спасет. Мораль всего эксперимента такова, чтобы защитить свой дом от пожара можно пропитывать его любыми огнезащитными составами. Главное не строить его из дерева, иначе однажды можно вместо дома найти обугленное пепелище. Я уверен что это видео посмотрят производители различных огнезащитных составов и сразу к ним обращусь. Если вы не боитесь предоставить свое средство на честное тестирование, то я с удовольствием его проверю и мы посмотрим действительно ли оно защитит нас и нашу собственность от огня, либо это очередной обман. Не забудьте поделиться со своими друзьями этим видео, вы смотрели Огненное ТВ, до новых встреч, пока.